Здоровье это еще не все, но все без здоровья ничто, поэтому ближайшие 30 минут посвятим полезной информации и поговорим сегодня о стоматологическом здоровье. Меня зовут Инесса Панченко, здравствуйте. Подобно тому, что глаза являются зеркалом души, красивая улыбка это показатель внутреннего благополучия и здоровья человека. Улыбаясь мы проявляем свои эмоции, налаживаем контакты с окружающим миром, но к сожалению безупречная улыбка с ровно стоящими белоснежными зубами природой дана не каждому из нас. По разным данным от 50 до 80 процентов детей раннего возраста уже нуждаются в наблюдении у ортодонта. Об этом и о многом другом поговорим сегодня. Знакомьтесь пожалуйста в нашей студии Юлия Афанасьева, директор стоматологической клиники ЮДЕНТ, главный врач клиники, врач-ортодонт. Добрый день. Здравствуйте. Я начала говорить о красивой улыбке, но на самом деле в общем-то многие в городе знают, что ваша клиника специализируется на комплексной реабилитации, на комплексное лечение стоматологических пациентов и что здоровье зубов вы очень тесно связываете с общим здоровьем человека. Мы уже в прошлых программах говорили о том, что стоматологические проблемы могут быть причиной многих проблем со здоровьем и головных болей, и головокружения. В общем, все наверное перечислять сегодня не буду, но коль скоро это существует, наверное очень важно знать, как этого избежать. Поэтому сегодня я очень хотела бы поговорить с вами о профилактике вот этих проблем и в каком возрасте человек должен задуматься о том, что может быть если есть стоматологические проблемы, то нужно срочно их порешать. Либо может быть должны задуматься родители ребенка, если это происходит в том возрасте, когда человек еще не сознательно решает свои вопросы со здоровьем. Да, совершенно верно. Родители в таком невидении находятся, когда же все-таки обращаться с ребенком к детскому стоматологу, а тем более же к ортодонту. Одни родители после роддома бегут к стоматологу с просьбой посмотреть, все ли у них в порядке. Другие считают, что молочные зубы, зачем их лечить, вот вырастут постоянно, тогда уж и займемся. И поэтому необходимо дать информацию, на что же обращать внимание и как это важно и раннее развитие, ортодонтическое развитие. И что если обратиться своевременно к врачу-ортодонту, то можно избежать массу проблем и облегчить намного жизнь ребенку и сделать ребенку намного счастливее. Ну вот сейчас вы, наверное, расскажете нам об этих проблемах, ну а все-таки, вот вы говорите, одни бегут сразу после рождения ребенка, другие ждут. Что вы бы порекомендовали бы совершенно? Что я могу порекомендовать, это когда ребенок рождается, нужно учитывать то, что в роддоме имеется очень большое количество родовых травм. Это травмы шеи, которые мало диагностируются и не обращаются внимания на состояние. То есть люди не знают, на что обратить внимание. То есть и для профилактики я бы советовала всем после родов обратиться к специалисту, к хорошему стаупату, который поправит, и ребенок как цветок раскроется и будет более гармоничное развитие. Это касается возраста до трех лет. То есть до трех лет что можно у ребенка наблюдать, это вредные привычки, например, сосание пальца. Сосание пальца, ну что только родители уже не делают с этими детьми, чтобы он этот палец вынул изо рта. На самом деле это не вредная привычка. Это защитная реакция организма на то, что язык не находится в том месте, где он должен находиться. Он должен находиться на твердом небе, стимулируя развитие таким образом верхней челюсти. И так как у нас все в организме связано, верхняя челюсть, если она сужена, то верхние дыхательные пути тоже сужены. И ребенок пальцем стремится, давя на твердое небо, стимулировать развитие и облегчить себе жизнь. В таком случае нужно просто обратиться к грамотному стопату, который поправит. И когда этот блок будет уже устранен, ребенок автоматически вынет палец изо рта. То есть это не так уж безобидно? Да, это так не безобидно. Просто нужно знать, о чем это говорит. Когда прорезаются зубы, конечно, уже в возрасте трех лет необходимо показывать ребенка к стоматологу. То есть нужно учитывать смотреть, как развиваются зубы, есть поражения какие-то, кариозные поражения уже молочных зубов. Своевременное лечение, устранение этих хронических инфекций стимулирует нормальное развитие постоянного прикуса. Затем самое основное, на что нужно обращать внимание, это нарушение функции. Казалось бы, почему в наше время так много патологий прикуса? И причина патологии прикуса – это нарушение жизненно важных функций, это дыхание, глотание и речи. Про речь еще более-менее у нас с этим справляются, логопеды есть, обращают внимание на уздечки языка, губы. На остальные вредные привычки и неправильные функции родители мало обращают внимания. На первом месте стоит ртовое дыхание. Ртовое дыхание, оно очень является основополагающим фактором в нарушении формирования лицевого скелета. Как можно увидеть, что ребенок неправильно дышит? Да, на что должен родитель обратить внимание? То есть за ребенком нужно смотреть в тот момент, когда он занят своими делами и не смотрит на вас. Тем более родители, когда уже наслышаны про такую информацию, они говорят «Закрой рот, закрой рот». И нужно смотреть, то есть ребенок, глядя на родителей, может автоматически закрыть рот. Нужно смотреть, когда ребенок активно занимается чем-то, либо в движении, если, например, бегает или прыгает, закрыт ли у него рот. В норме должен рот быть закрыт всегда. Нос для того, чтобы дышать, а рот для того, чтобы разговаривать и принимать пищу. И когда у ребенка постоянно открыт рот, это прямое показание к тому, что нужно срочно устранять вот эти вредные нарушения функции. Юлия Викторовна, ну а почему так важно, чтобы ребенок дышал именно ртом? Носом, конечно же. Во время носового дыхания, через дыхательные пути, проходя в воздух, обрабатывается от патогенных микроорганизмов. Температура у воздуха согревается до нужной температуры и поступает уже в организм. Только через носовое дыхание возможна нормальная утилизация кислорода и нормальные обменные процессы. Только при носовом дыхании pH среды организма в норме. При нарушении носового дыхания происходят глобальные изменения, которые очень сильно влияют на жизнь ребенка в дальнейшем. Проходя через носовые пути, воздух раздражает рецепторы. Нос у нас это огромная рецепторная зона, которая связана со всем организмом в целом. Изучена и доказана взаимосвязь, заболевание прямой кишки и нарушение носового дыхания. То есть при нарушении носового дыхания нарушаются вот эти рефлекторные цепи. Идет разбалансировка в организме. Затем микроорганизмы задерживаются в миндалинах. Это лимфатическая система защитная среда, защитные функции в организме. И дети, которые часто болеют лорозаболеваниями, часто ангина, риниты, родители в первую очередь должны обратить внимание на то, чем дышит ребенок. Очень часто родители даже не замечают, что у ребенка ротовое дыхание. То есть на это нужно особенно обращать внимание. Во время носового дыхания в полости рта язык прилегает к твердому небу. Давя на твердое небо, стимулируется развитие верхней челюсти. Верхняя челюсть взаимосвязана с верхними дыхательными путями. Раскрываются верхние дыхательные пути, стимулируется развитие синусов. Проходя через носовые пути, воздух, проходя через синусы, во сне охлаждается мозг. Идет стимуляция нервной системы. Очень много глобальных процессов, которые задействованы на правильном поступлении и усвоении кислорода и углекислого газа в организме. Это происходит только через носовое дыхание. Затем правильное положение языка стимулирует правильное развитие лицевого скелета, особенно средней зоны лица. При правильном глотании язык также опирается на твердое небо и давит на зубы, стимулирует правильное прорезание и формирует правильную зубную дугу. Что мы видим, когда меняется носовое дыхание и ребенок по каким-то причинам не может дышать носом? Так все-таки на первом месте в нашем мире невозможность дышать носом. Одна из причин – это аллергия. Аллергия – пищевая аллергия. И учеными изучено, что на первом месте по аллергенам стоит молоко, постерилизованное молоко. Почему именно молоко? Потому что молоко при постерилизации меняет свой белок в молоке, который постерилизует, меняет свою белковую структуру. И он уже инороден для организма ребенка. И эта аллергия, она выявляется, она неявная. Происходит набухание слизистых оболочек. При набухании слизистых оболочек ворсинки как бы тают в этой слизи и происходит скопление микроорганизмов и задерживается большое количество микрофлоров в полости носа. И образуется частые простудные заболевания, риниты, ангины. И ребенок, естественно, не может дышать носом. То есть и для того, чтобы разобраться с этими проблемами, почему же ребенок не дышит, то здесь нужно несколько специалистов. Вот на первый взгляд нужно сразу бежать к лору. Казалось бы, это вот только узкий специалист должен решить эти проблемы. Да, конечно. То есть нужно обращаться к лору. Но есть такая ситуация, например, лору врачи начинают удалять миндалины. Слава богу, сейчас полностью не удаляют. Раз удалили, они разрастаются. Два удалили, они разрастаются. И то есть здесь только стоматологическое лечение может расширить сначала верхнюю челюсть, и потом миндалины сами уже начнут приходить в норму. То есть очень важна взаимосвязь и специалистов в комплексе. Остопатов, лор-врачей, стоматологов. То есть только в комплексе можно выявить причину, из-за чего же происходит нарушение носового дыхания. А я слышала еще, что в связи со всеми этими проблемами у ребенка может возникнуть кислородная недостаточность в организме. А каким образом это определить? Действительно, когда ребенок начинает дышать ртом, язык опускается вниз, он при глотании распластывается между зубами, верхняя челюсть суженная, и нарушается функция не только дыхания, но и глотание. Когда язык проходит назад, потому что ему просто нет места, сужаются дыхательные пути. И ребенок, как защитная реакция организма, чтобы поступило большее количество кислорода, мы делаем голову вперед. Называется здравствуй шейный хондроз напряжения. Вот. И как бы родители ни говорили, выпрямь спину, выпрямь спину, но дышать ему нужно. Никак он не выпрямит спину, потому что ему нужен воздух. Нужно поставить, нормализовать функцию, поставить челюсть на место, и тогда он сам распрямится. И буквально где-то за 2-3 недели мы наблюдаем потрясающие результаты, когда ребенок просто распрямляется, потому что уже такой необходимости нет. Почему при ротовом дыхании все-таки возникает кислородная недостаточность? Во время носового дыхания количество вдохов-выдохов в минуту 3 вдоха-выдоха за минуту. При ротовом дыхании количество вдохов-выдоха увеличивается в 2 раза. Казалось бы, кислорода поступает больше, но и нужны определенные условия для того, чтобы он усвоился организмом. А для этого нужны дыхательные пути, где узко, и он усваивается на последнем выдохе. Врачи поддержат меня. А так как при ротовом дыхании этого не происходит, то усваиваемость кислорода уменьшается где-то на 50%. И по детям очень можно легко определить, что у ребенка имеется кислородная недостаточность. То есть это повышенная потливость. Ребенок во время сна просыпается в тревожном состоянии. Чувство тревоги преобладает. У него возникает сонливость со второй половины дня. Некоторые дети начинают быть гиперактивны. У других преобладает больше процессы торможения. Очень страшно то, что такие дети не потеряли как интерес к жизни. То есть они апатичные, им ничего не интересно. И по внешним признакам, то есть нарушение лицевого развития и кислородной недостаточности, это можно прям прочитать по лицу. То есть это вертикальный тип роста. Вытянутое узкое лицо. Затем под глазами можно наблюдать хотя бы, казалось бы, дети. Это синяки под глазами, отечность. Естественно, формируется неправильная осанка. Разбалцировка в организме, начиная от пяток, что называется. Это плоскоступие, неправильное положение костей и заканчивая шеей и прикусом. Ну, очень сложно, мне кажется, все это для родителей. И очень сложно во всем этом разобраться. Лучше действительно прибегнуть к помощи специалиста. Но вот привели к вам ребенка маленького, скажем так, вот с этими проблемами. А каким образом проводится ортодонтическое лечение именно маленьким детям? Какие существуют для этого методы в вашей клинике? Самое оптимальное устранение всех этих причин и формирование такой, что называется, модельной внешности, чтобы обойтись без брекетов, это направление в ортодонте и миофункциональное лечение. Ребенок носит специальные капы ночного ношения, которые позволяют ему правильно запрограммировать на неосознанном уровне правильное глотание положения нижней челюсти. Днем он начинает делать под контролем родителей специальные упражнения. В комплексе с логопедом мы восстанавливаем речь, растягиваем уздечку языка, если это необходимо. Затем со стаупатами формируем правильное положение тела. И таким образом нужно организму помочь раскрыться. И буквально где-то за полтора года в организме ребенка все восстанавливается. А все-таки какой возраст предпочтительнее для того, чтобы такое лечение прошло быстрее? Самое быстрое и эффективное лечение это с 4 до 6 лет. Вы сказали, нужно носить капы. Но, например, можно предположить, что если у ребенка сильно разрослись аденоиды, вот как вы уже тоже говорили, он не может дышать носом. А тут еще во рту установили какие-то конструкции ему. Как убедить ребенка, собственно, как он это переносит? Для того, чтобы ребенок начал дышать, вместе с лор-врачами нужно устранить вот эту отечность слизистой. Существуют специальные препараты, и за это время ставятся аппараты, которые это не капы, на раскрытие верхней челюсти. Когда верхняя челюсть раскрывается, то и дыхательные пути тоже раскрываются. И процессы идут очень быстро. У ребенка достаточно быстро восстанавливается носовое дыхание. И аденоиды тоже сокращаются, потому что пошли в воздушные пути. У нас как в природе? Природа пустоты не терпит. Если нет воздуха, будет слизь, будет аденоиды разрастаться. Если воздушный поток пошел, то все уже компенсируется. Организм начинает сам работать. Ну, а вот от чего зависит эффективность лечения? Эффективность лечения зависит от взаимосвязи, от сотрудничества, можно сказать, ребенка и родителей. Насколько родители убеждены и поверят в этот метод лечения, поймут важность и необходимость раннего ортодонтического лечения, что это действительно возможно, что это действительно эффективно, и что именно до 6 лет можно сделать все идеально. Конечно, мы и позже берем детей в 8 лет, и в 10, и в 15, но объем работы уже, естественно, больше. И по времени растягивается на более длительный период, и, естественно, дороже. И там уже подключаются брекеты на устранение, потому что зубы уже сформировались, уже нужно ставить их в правильное положение, а это возможно только брекетами. Ну, многим кажется логичным дождаться прорезывания постоянных зубов, уже после этого поставить брекеты и все исправить. Ну, некоторые думают так. Но нужно делать все это раньше, чтобы не ставить брекеты. Я не думаю, что дети мечтают с рождения поставить себе брекеты и мучиться с ними. Юлия Викторовна, вообще первые попытки исправить положение зубов, как-то что-то откорректировать, еще делал Гиппократ, насколько мне известно. Но на сегодня, наверное, все-таки большая часть родителей приводят детей в клинику именно с проблемами кариеса. Вот заболел зуб, пришли. А приучены ли мы уже, понимаем ли мы, что нужно пользоваться услугами ортодонта для ребенка? Конечно, в наше время направление ортодонта очень широко развивается. И люди уже понимают, что важно заниматься профилактикой, а не лечением. И в детских поликлиниках очень широко развивается профилактическое направление. То есть после того, как зубы прорезываются, их необходимо чистить, фторировать, обучать гигиене. Сейчас очень хорошие профилактические средства, которые позволяют очень хорошо укреплять эмаль. Но, конечно, должен быть комплекс лечения. Это коррекция питания, устранение вредных привычек, ну и, естественно, гигиена. Я слышала, что зуб мудрости, так называемый, да, который на самом деле приносит много страданий людям, взрослым, можно удалить как можно раньше и предпринять какие-то меры для того, чтобы он вообще не появился. Насколько это эффективно? Вы знаете, я придерживаюсь точки зрения, что Бог ничего просто так не придумал, тем более в организме человека. Зубы мудрости прорезаются именно в тот момент, когда заканчивается формирование сустава. И любой зачаток – это точка роста, это зона роста. И сейчас очень модное направление – это раннее удаление зачатка постоянного зуба. То есть мы преднамеренно заранее удаляем зону роста. Нам необходимо в раннем ортодонтическом периоде создать все условия, чтобы уместились все зубы. И зубы мудрости, когда они будут прорезаться, они будут прорезаться на своем месте и нести свою функцию. Основная функция – это удержание и защита височно-нижнечелюстного сустава. Очень часто после удаления восьмых зубов, когда восьмой зуб находится на своем месте, начинаются, прямо через неделю начинаются проблемы в височно-нижнечелюстном суставе. Он начинает щелкать, болеть, и начинаются совершенно другие проблемы. Почему не хотят они у нас оставаться? Зубы мудрости у многих очень болят и масса проблем с ними на самом деле. Ну, конечно, их очень сложно чистить, но это не говорит о том, что их нужно удалять. Нужно создать место, просто иногда вот смотришь, суженая верхняя челюсть, и зубы мудрости прорезаются, казалось бы, щечно. Но они прорезаются именно на том месте, до какой степени должна быть расширена челюсть. И если бы со временем это все было расширено, проблем бы не было никаких. Еще до недавнего времени родители совершенно не обращали внимания на прикус ребенка. Даже разговоров таких не было. Правильный, он неправильный. Сегодня как раз слышишь об этом очень часто. Их стало больше в случае неправильного прикуса, или что-то изменилось в отношении к этому? Ну, конечно, изменилось в отношениях, но, естественно, количество детей с неправильным прикусом возрастает от поколения к поколению. Я считаю, что это не только нарушение функции, это и огромное количество недиагностируемых родовых травм, это изменение питания, это аллергия. И немаловажную роль и значение имеет гиподинамия, которая сейчас сплошь и рядом у детей. Вообще, чем могут еще помочь ортодонты своим пациентам? С какими еще проблемами обращаются родители сегодня именно к ортодонту? Ну, конечно, это неправильный прикус, прежде всего. Вот. Но нужно учитывать, что зубы отдельно от организма не существуют. И раньше, когда мы исправляли, например, уже в позднем сменном прикусе, в постоянном прикусе, исправляли зубы, не учитывая тех причин, которые привели к этому деформации, мы получали, очень часто получали рецидив. И для того, чтобы не возвращаться, не получать такие результаты, нужен комплексный подход, включая миофункциональную терапию. Ну, вот просмотрели, не обратили внимания на неправильный прикус. В каком возрасте уже поздно решать эту проблему? Ну, у нас на данный момент ортодонтическое лечение, здесь очень много разных способов, включая хирургическое. Если уже все поздно человек хочет, пациент хочет исправить себе прикус любой ценой, можно даже сделать и пластику. Сейчас медицина шагнула намного вперед, и пластическая медицина просто делает чудеса. Мы, как ортодонты, выставляем зубные ряды, а хирурги уже формируют внешность. Я думаю, что в завершении программы мы, наверное, вернемся к тому, с чего начали. И, может быть, какие-то ваши пожелания к родителям по поводу обращения своевременного с детьми? Что хочется сказать? Дорогие родители, помогите своим детям стать здоровыми, красивыми и счастливыми. И для этого? И для этого существует наша команда стоматологической клиники «ЮДЕНТ», в которой мы с удовольствием окажем все необходимые мероприятия для нормализации функций, эстетики и здоровья вашего ребенка. Иными словами, не дожидаясь проблем, когда у ребенка начнут болеть зубы, лучше обратиться сразу. Спасибо большое за консультацию. Исправлять неправильное положение зубов или нет – это вопрос, на который, наверное, не всегда можно дать однозначный ответ, но раннее выявление и лечение нарушений требует меньших усилий со стороны ребенка и его родителей. Это более доступно в финансовом плане и приводит к наиболее стабильным и эстетичным результатам. Будьте здоровы, увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok